Я с удовольствием под ваши аплодисменты представляю Фарита Ильдуша Чашиги Ахметова, человека, одного из тех, кто создавал нашу вертикально интегрированную систему управления медиапространством в виде агентства Татмедиа, управлял акционерным обществом, крупнейшим медийным Татмедиа нашей республики. И сегодня, являясь уже человеком с большим запасом опыта, с большим запасом знаний в области медиасферы, еще и состоялся как управление в таком сложном производстве, кстати, многим, наверное, очень близком, связанном, вы уже видите на экране, с производством тех напитков, без которых, ну, Новый год, например, никак не отметишь, не будем произносить это совсем вслух так уж, да? Да, но там, поэтому читайте, завидуйте. И это ведь надо не только производить, это один из самых конкурентных рынков, которые есть в России, да и в мире, наверное. И на этом рынке вывести новый продукт, заставить этому продукту верить, продаваться, удерживать его на рынке, являясь еще при этом выполнять социальную задачу, крупнейшего налогоплательщика, одного из крупнейших ни нефтяных, ни газовых налогоплательщиков Республики и Российской Федерации в целом. Это уже тоже отдельный, очень сложный талант, требующий и технических, и технологических, и медиакомпетенций в том числе. На этом я заканчиваю свою прелюдию. Передаю вам слово, Фарид Альдович. Давайте тогда будем знакомиться. Леонид Григорьевич меня уже представил. Я на самом деле 4 года работаю заместительным генеральным директором по техническим вопросам ТАЦПРПРОМ. То есть если вопрос есть по качеству продукта, это ко мне. Я отвечаю за все бизнес-процессы производства. До этого я 30 лет работал в медийной сфере, начиная с 85-го года, отдачу издательства Татарского обкома КПСС, и завершая генеральным директором акционировочного ТАТМИДИА. То есть меня уже представили, теперь хочу понять аудиторию. Леонид Григорьевич спросил, кто будет слушателями. Он сказал, что вы такие экспериментальные, современные, продвинутые ребята-девушки, которые в дальнейшем будут не просто пиарщиками, либо журналистами чистыми, той форме, которую мы привыкли в виде, а в том числе и интегрированный бизнес-процесс в компании. Вот хочу просто спросить, по окончанию завершения университета, вы где видите себя, кем вы хотите работать, в какой компании, я не знаю, в каком направлении? Вот просто на скидку. Я завершил университет, получил диплом. Где? Медиа. Медиа вот где? Это в газете, в журнале, там в телекомпании. Где вот вы хотели брать? Микрофон. Наружная реклама, ЛАФ-радио. Просто Леонид Григорьевич мне сказал, что вы все-таки предполагаете интегрироваться в производство. Я поэтому предполагал услышать ответ, условно, там, нефть, там, группа компаний, там, Афис, Таиф и прочее. Это как мечта заветная, о которой лучше вслух не говорить, да? Нет, Леонид Григорьевич, я... Все мечтают, но знают, что туда не возьмут, да? А чтобы взять, надо чего-то узнать. Но, тем не менее, я думаю, что там пиарить придорожный ларек в Адмиралтейской Слободе никто не хочет, да? Все хотят как-то, наверное, по-крупному. Понятно. Тогда, значит, мы будем считать, что вы достаточно амбициозные ребята и хотите работать в какой-нибудь крупной компании. Я просто на вас настраиваю, чтобы вы понимали сегодняшний нам со с вами диалог о том, как это все делается. ТАЦПРОПРОМ, компания, она такая уже с историей, она была организована в 97-м году. Вы все молодые люди, но, на самом деле, Леонид Григорьевич, мы помним, как это было в те лихие 90-е годы, когда там убивали по 5-6 директоров спиртовых, ликероводочных заводов. Когда Митимир Шарип Шаймиев создал такое государственное предприятие, и Шахудинов Рашлакипич был назначен на эту должность. И прошел ТАЦПРОМ огромный большой путь. От того, как нужно было еще всех собрать, была потом большая приватизация всего этого, оптимизация и прочее. Огромную, большую работу проявили. Вот на сегодняшний день ТАЦПРОПРОМ – компания, которая является лидером не только на рынке Республики Тарстан, но в том числе и на федеральном рынке. Вот когда говорят ТАЦПРОПРОМ, вот вы что для себя воспринимаете? Какие ассоциации у вас? Ну, кроме того, что это алкоголь, просто вот как компания. Бугульма – это классный, отличный бальзам. Это лидер рынка, на самом деле. А вот вообще, в принципе, как компания. Вот что вот у вас ассоциации? Просто к чему? Чтобы ему четыре года последних, мы очень серьезно меняли имидж компании ТАЦПРОПРОМ. Лично для меня, пока я не пришел в эту компанию, тоже всегда считалось, что это как-то там делают что-то такой бутер, там что-то химичат, что-то там бодяжат, вообще какую-то делать не ту историю. Вот реально, пока сам туда не пришел, не погрузился в бизнес-процесс, вот у меня были такие ощущения. И в 2015 году, с приходом Анахмеда Валеродатыча, там в корне вся поменялась история представления компании. И вот за этот короткий период времени, там, то есть, ну, он будет, там, наверное, около пяти лет уже, я там, четыре года, ну, там, будем считать, четыре с половиной года, удалось повернуть, на самом деле, ну, для вас, для молодежи, может быть, это не так было видно, но поменять отношения ТАЦПРПРОМа. Чтобы понимать, что такое ТАЦПРПРОМ на сегодняшний день, это, Леон Григорьевич говорил уже об этом, что мы вторые налогоплательщики поиски от нефти, мы в год платим более 20 миллиардов рублей налогов и акцизов в различные уровни, мы являемся компанией номер один, то есть, бывали кварталы, когда мы занимали 18% рынка России, это просто, ну, мега круто, в среднем, где-то, наверное, там, 12-14% рынка России мы занимаем по нашим продуктам. До этого ТАЦПРПРОМ, ну, скажем так, 98% покрывает рынок Республики Татарстан, это 3 миллиона 100 тысяч декалитров в год алкогольных продукций, которые реализуются на территории Республики Татарстана. Ну, 98% ТАЦПРПРОМ, и всегда всех это устраивало. Для того, чтобы нагнать побольше, скажем так, реализации, были всегда разливанты, которые доводили там до 10 миллионов. Сейчас разливантов у нас не осталось, ну, там, на минимум снесли, и сейчас мы уже на территории, вот, все 85 регионов Российской Федерации, они все охвачены нашим торговым домом, у которого мы сегодня занимаем, еще раз повторюсь, лидирующие позиции. Для того, чтобы поменять вот этот имидж у компании, Результат Минахметов очень много провел самих таких личных встреч, личных комментариев по этой тематике. Еще раз повторю, что мы выпускаем, с моей точки зрения, самый социальный продукт, потому что, не знаю, что продукты сложно обсуждать темы, в том числе и политические, или дети сидят на кухне там, да, или в компании. Но с точки зрения его рекламы, вы понимаете, что алкоголь в Российской Федерации нельзя рекламировать на телевидении, в печатных средствах, массовой информации, наружной рекламе. Это все только на специализированном сайте, где есть ограничение 18 лет. И цель та, которая у Тасперпрома, когда позиционируется, что вот Тасперпром спаивает народ, там детей наших, там прочее, прочее, такие все вещи. Миссия очень простая от Тасперпрома. Если люди употребляют алкоголь, они должны употреблять качественный и легальный алкоголь. Он должен быть качественный, чтобы не травить людей. И должен быть легальный с точки зрения уплаты акцизов, налогов и прочих установленных вещей. Рынок алкогольный, вот, наверное, никакого другого нет, бизнеса, который настолько административный и политически регулируемый. Главным регулятором в нашей стране является Федеральная служба регулированного алкогольного рынка, РАР, и главенствующий 171-й федеральный закон, по которому живет вся алкогольная промышленность нашей страны и реализация. Так вот, и задача как раз в себе, в голову Влад тогда поставил, рассказывать, почему не надо пить контрафакт, почему нужно бороться с бутлегерами, с развивантами и прочее, прочее, прочее. Еще раз повторюсь, это качество товара и его легитимность. Огромное количество времени он на это убил. Просто я вам могу сказать, что из 85 регионов нет ни одного, примерно близко даже похожего регионов, где отсутствует контрафактный крепкий алкоголь. Я пока не говорю про пиво, я говорю про крепкий алкоголь. Все бутлегеры, там, развиванты, там, неважно откуда они, с Казахстана, с Кавказа, они доезжают до границы Республики Торстан, говорят, мы здесь разгружаемся, дальше мы не идем. Потому что четко было выстроено этим человеком, этим руководителем взаимоотношения с местной госалкогольной инспекцией, это тоже регулятор местный по алкогольному рынку, и силовыми структурами. На сегодняшний день это были абсолютно четкие, проведенные, скажем так, расследования этих точек, обнаружения и доведения, самое главное, до суда и до получения реальных сроков. И когда люди поняли, что реально работает закон, что реально будут посадки, что реально человек сядет в тюрьму, это все, наша республика прекратилась. Просто как показатель того, что порядок не вести можно, для этого нужно только желание. И вот Эльжа Дач вложил просто колоссальные усилия в эту сторону, добился, и поэтому он смог побороться с самым главным конкурентом на этом рынке. Самый главный конкурент здесь это серый рынок, антрофаг, другого нет. Все остальное там, они всем нам известны, это компания РУС, Тарико, это бывшая синергия Белога Групп на сегодняшний день, это АСГ, алкогольная сибирская группа. На рынке там 5 крупных игроков, с которыми мы постоянно бьемся, боремся. Это абсолютно здоровая, нормальная конкуренция, которая подтягивает тому, чтобы этот товар был качественный и доступный по цене. А серый рынок — это тот, который травит людей и который не дает развиваться. Поэтому самое главное, еще раз повторюсь, это были вот такие заголовки, которые вы видите, которые кричат, которые говорят, которые сравнивают нелегальную лаку с наркотиками, которые требуют мощнейших решений от правовых структур, и самое главное — доведение судебных процессов до своего завершения. Теперь по упоминанию СМИ. Для того, чтобы компанию ТАЦПРОПРОМ раскрутить с точки зрения имиджевой своей, еще раз повторюсь, реклама в средствах массовой информации полностью ограничена, и поэтому работать очень сложно. Здесь мы применяем и благосферу, там блогер приезжает, соцсети, специализированные издания, специализированные сайты. Но тем не менее, масса вот такого продвижения сделать очень сложно. Поэтому для того, чтобы ТАЦПРОПРОМ понимали, как о социально направленном, как о перспективном, об эффективном производстве, нужны были другие темы, которым нужно было прислоняться, которые нужно было делать. То, о чем я говорил в самом начале, это самая первая тема. Об этом мы шли. После наших наступлений, там, где разливалась водка ТАЦПРОПРОМа, нелегально, это Кавказ, это Калининград, это наша служба безопасности выезжала в эти точки. Я вас уверяю, получала просто сильнейшее сопротивление со стороны, в том числе и силовых структур, которые крышевали, производство, которое подделывали нашу продукцию. И здесь, помимо того, что мы теряли доход от того, что не реализовывали свой продукт, мы еще теряли очень сильно имиджево, потому что не всегда хорошего качества была продукция, которая на этих территориях реализовывалась. Поэтому мы вели борьбу не только на территории СПОП ТАРСТАН, но и по всем локальным очагам, где наш продукт подделывали, где контрафактный товар был намного дешевле, и, соответственно, и деньги, и имидж мы там теряли. Вот здесь вот эта статья, как раз «Бутлег закупорили в колонии» — это как раз о том, что вынесен приговор, и он был исполнен. И когда уже наша служба безопасности приезжала в дальнейшем в следующие регионы, все уже знали о том, что с этими ребятами шутить не надо, что все будет доведено до конца, и прекратились вот эти вот подделки, которые были до этого просто массовым пониманием. Экономические показатели в СМИ — это то, о чем можно говорить. То есть, повторюсь, что мы вторые налогоплательщики, мы имеем большой оборот, мы входим в первую десятку производителей республики Татарстан. На сегодняшний день через вот эту экономику есть возможность донести до людей о том, что компания крупная, компания серьезная, компания динамичная, компания развивается и имеет большие перспективы. То есть, в данной ситуации мы здесь говорим о том, что 13% мы занимаем по наращиванию поставок за рубеж. 24 страны. Я вас уверяю, ни одна компания алкогольной в стране не поставляет 24 страны. Это на полном серьезе мы очень серьезно работаем с такими странами, как и США, Канада, Китай, с европейскими странами. Ну, безусловно, весь СНГ нам полностью охвачен, в том числе и по розливу на тех территориях, на которые мы заходим. Это колоссальная работа по развитию компаний. И вот через эти направления мы позиционируем себя в средствах массовой информации для того, чтобы показать силу, мощь ТАЦПИРПРОМа как самым крупным производителем алкоголя в стране. Международные проекты. Справа вы видите только буквально на прошлой неделе. В четверг у нас приезжала большая делегация из Монголии. Мы запустили розлив нашего флагмана водки Тундра в Монголии. И, скорее всего, из Монголии будем разливать и будем уже охватывать регион Дальнего Востока, Китая с этой точки, а не вести с наших площадок. Чем интересны международные проекты? Она дает компании признание как за рубежом, так и самой стране. Чтобы понимание было, когда компания может выйти на международные рынки, то это говорит о том, о ее мощи, о ее силе, о ее лоббистских инструментах, о возможности себя позиционировать и в переговорных процессах, даже международного уровня добиваться своих побед. Это очень сложные переговорные процессы. Их задача Махмед Каргасов здесь подписывает соглашение о сотрудничестве. Это буквально было в прошлой неделе. Но мы ставим на этот проект очень серьезную вещь, потому что это не только одна страна Монголии, это будет дальнейшее развитие. Сама марка Тундра. Когда я пришел в конце 2015 года, мы разлили первые 5000 декалитров данного напитка. Сегодня он более миллиона декалитров реализуется этого напитка. За 4 года нарастить такой объем не удалось еще ни одной глагольной компании. Чтобы раскрутить бренд до такой степени, не знаю, кто из вас бывает на юге нашей страны, там Сочи, Адлер, Минводы, там полностью вся хорика, все алкомаркеты, все работают. То есть это самый крутой бренд на юге страны, где все отдыхающие наши приезжают с нашей страны и пользуются. Поэтому идет такое большое развитие. Это Тундра как один из примеров, когда можно с нуля разогнать бренд и довести его до лидирующих позиций на рынке страны. Самым большим, скажем так, тиражным, наверное, продуктом в стране является «Водка эконом-класс русской валюты». Это тоже наш продукт. Он порядка 3,5 миллионов декалитров реализуется в год на территории нашей страны. Как раз я переходил сюда о запуске новых брендов, редизайн продуктов. То есть, если раньше Тасперпром был спозиционерен, еще раз повторю, 98% на территории Республики Татарстан, все хорошо, комфортно, все нормально, произвел, продал, народ все равно купит, марки все наши знают, то работая на рынке Российской Федерации, просто так ни один продукт не заведешь, потому что конкуренция страшнейшая, просто полка заставлена, толкаться на ней очень сложно, огромное количество СКЮ представлено, и все начинают работать в сторону дизайнов, демпинг, желтые ценники все видите, поэтому нам удалось раскрутить даже Бугульма, который, помните, в старой была упаковке, мы ее новую сделали, вывели, стала брендом номер один на территории среди бальзамов. Причем там были исторические, архангельские, там Агидель, башкирский бальзам. Бугульма вроде бы с таким, таким татарским местным названием, там, да, города Бугульма, смогли вывезти в Россию и достичь первого места. Запуск новых брендов, помимо алкогольных продуктов, у нас, все вы знаете, что мы построили завод Белый Кремль в городе Чистополь, и в Мамадыше мы запустили Воду Святая Чаша. Пивзавод, это гордость, наверное, компании Тасперпром. За один год, вот когда просто говорю за один год, оно так, наверное, не очень значимо выглядит. В 2017 году, 24 июня, мы стояли в чистой площадке, трава была по пояс, мы начали только снимать грунт. И 25 июня, ровно через год, в 2018 году, мы не только запустили завод, мы сделали первую варку пива, 25 июля была розлита первая бутылка пива. Таких кратчайших сроков запуска завода, такой мощностью, это 10 миллионов деколитров в год, 15 гектаров земли, 41 тысяча квадратных метров производственных площадей, чтобы вы понимали, там 300 человек, рабочих мест. Было построено за год, запущено. И уже, ну скажем так, высокий сезон в 2018 году мы прошли, мы запускаемся там июль, не теперь скачаться. И вот 2019 год мы заканчиваем с объема 8 миллионов деколитров пива, реализованного в этом году. Это за один год тоже невозможно никому. Но чтобы вы понимали, булгар пиво, которое там десятилетияно находится на рынке, делает 6 миллионов. Мы за первый год, не то что произвели, а реализовали 8 миллионов деколитров. Это вот запуск нового бренда, нового вообще направления для ТАСПИР-Прома, которое дало мощнейший рывок. Никто на рынке не верил в то, что мы сможем это сделать. Просто, ну понятно, чтобы вы понимаете, но рынок делится на транснациональные корпорации. Это Карлсберг, Эфес, ну все вы знаете, Сан-Мберф сейчас уже объединенный, он там, Хайникин. И, скажем так, российские компании крупные, такие как МПК, Московская пивоваренная компания, Бачкари на Алтае. То есть те, которые, скажем так, имеют свои зоны распространения и создают альтернативу транснациональным корпорациям. Поэтому входить вот в этот момент, в этот, скажем так, сложнейший рынок с Белым Кремлем было очень сложно, но в то же время он нас сильно вытянул, потому что мы показали, как товарищ Альфиш Рамиев говорил, без булдурабус, так вот мы без булдурдек. Мы это сделали, мы смогли это показать стране, и компания Тасперпром за счет этого еще раз имиджево и так мышцами была вытащена на более высокий уровень. Цветая чаша — это отличная вода, которую мы разливаем на Мадырском спиртозаводе. Он пока, этот проект в самом начале пути, мы заходим, этот рынок еще более конкурентный, чем пивной и алкогольный. В нем и вообще очень сложно толкаться, что называется, но тем не менее мы на него тоже ставим ставку, и в следующий год у нас будет такой точка роста, в том числе и по розливу фасованной воды и бутилированной. Следующим пунктом, который, наверное, можно сказать, через что можно показать, если я до этого говорил, там экономические показатели, ребрейдинги, новые производства, то это то, что поддерживает ТАЦПИРПРОМ. Ну все вы знаете Red Bull, который мы поддерживали 3 года здесь у нас проходили соревнования, это были чисто поддержка ТАЦПИРПРОМа, и Режда Дача Минахметов сам огромный большой вклад в нее, для того, чтобы его подтянуть сюда. Наша елка, Ханский двор, мы ее сейчас тоже готовим. На ипадроме, пожалуйста, приходите. Это такой социальный наш проект, она такая у нас нарядная, европейского плана площадка. Пейнтбол у нас, Режда Дача, тоже возглавляет федерацию нашей республики по пейнтболу. Ну и, соответственно, клубный набор с ханг мы поддерживаем. То есть, если Газпром там поддерживает спорт через строительство ледовых площадок, то ТАЦПИРПРОМ через такие социальные проекты тоже о себе заявляет, что мы производим не только тот продукт, который в больших дозах приносит вред, а в том числе поддерживаем мощнейшие социальные проекты, которые в том числе бывают такими массовыми, с массовым привлечением людей. Комментарии топ-менеджмента в качестве экспорта алкогольной отрасли. Я рассказал, что алкогольная отрасль это такая супер, гиперполитизированная история. Мощнейшие лобби проходят со стороны транснациональных корпораций, со стороны зарубежных компаний, которые хотят освоить российский рынок. И здесь без того, как выступает бизнес, как выступают участники рынка, определить свои позиции очень сложно. Поэтому очень важно, чтобы компания не молчала о тех изменениях, которые происходят, что будет твориться на рынке, как это повлияет в дальнейшем. Для этого нужно быть очень четко погруженным в процессы, которые происходят, знать лобби, которые будут против. Я настроен здесь кадр, когда я на общественном телевидении России выступаю. Рядом со мной коллега из Хайникина, который кардинально вообще абсолютно, мы до начала эфира с ним сильно так попадали, скажем так. И в момент выступления он просто лоббировал конкретно это введение МРЦ и увеличение порога 50% несложенного материала в производстве пива. Это конкретно просто люди, имея офисы в Европе, хотят травить нашу страну. И люди это не скрывают. А через телевидение он выступает, сидит хороший, красивый дядька, рассказывает, как все классно. А на самом деле он просто гнобит мою страну. И мне это не нравится. Я с ним откровенно там рубился, но тем не менее лобби у этих товарищей очень сильное. И они пока еще не сдаются, решение не принято. Но мы с своей стороны очень сильно работаем и с депутатским корпусом, с правительством Российской Федерации, потому что в конечном итоге мы должны отстаивать интересы своей страны, где мы с вами живем, где будет наше будущее в дальнейшем. По экспортам по алкогольной отрасли она касается не только производства алкоголя. Сейчас очень модная тема экология, очень много мероприятий происходит. Давайте будем все зелеными, давайте будем такими, давайте будем пятыми. Чтобы вы понимали, для алкогольной отрасли есть такое понятие экологический сбор. Мы должны, скажем так, утилизировать ту тару, в которой мы продаем. То есть стекло, пэт, то есть картон, все, что доходит до магазинов, государство нагрузило производителя. С моей точки зрения, это не очень правильно. Ну, чтобы понимание было, то есть, там, 16-17 год платили 15%, сейчас уже за 19 будет 20% от сбора экономического, ну, экологического сбора. То есть, компания ТАЦПРОПРОМ, условно, должна сдать либо 16 тысяч тонн стекла, то есть организовать приемные пункты, сбор, утилизацию и прочее, прочее все дела, либо заплатить деньги. Для компании ТАЦПРОПРОМ конкретно это порядка, там, 40 миллионов рублей в год. По всей стране набирается со всех компаний очень серьезную сумму. Проект Российской Федерации создает компанию, которую поставили эксплуателем Бацуева, зарплатой миллион рублей, замы там у него по 800, наверное, и ребята начинают собирать деньги со стороны. Собрали 2 миллиарда. Маловато. А давайте мы на 100% предприятие нагрузим. А давайте. И соберем 152 миллиарда. Ребята, ну это будет нагрузка на бизнес, это будет в дальнейшем нагрузка на потребителя. И в данном случае мы опять тоже не молчим. Мы идем, мы пишем письма, мы доказываем, выступаем на всех семинарах, которые, возможно, и происходят. Создаем ассоциации различные для того, чтобы это было такое общественное мнение. Потому что, еще раз повторюсь, если топ-менеджмент компании будет молчать, бизнес задавит, задушит. Для этого есть все механизмы, и самое главное, есть желающие это сделать. Поэтому вот этот пункт, который вот в вашей там работе, если вы хотите, планируете интегрироваться в бизнес-процессы компании, он обязательно важен. Компания не должна молчать. Компания должна бороться, компания должна делать. Если вы предполагаете, что есть закон в стране, все его выполняют, все хорошо, все по нему, по этим нормативам будем жить. Ничего подобного. Страшнейшая конкуренция, страшнейшая борьба, страшнейшее лобби. Поэтому вот этот пункт, он крайне важен для того, чтобы компания имела возможность в дальнейшем развиваться. здесь представлено то, как мы можем работать. Еще раз повторюсь, с точки зрения медийных ресурсов мы очень слабы, мы ограничены законом о рекламе, о своем продвижении. Поэтому наш сайт, на который вы заходите, он спрашивает, если вам 18 лет, это аккаунты наши там различные, там, да, где только можно наша пресс-служба работает, посты там, и вот через такую вот историю. Они, небольшое количество подписчиков, наверное, много быть не может, это такие достаточно специализированные, ну, люди, скажем так, в теме должны быть для того, чтобы участвовать. Поэтому на массовую историю мы рассчитывая здесь не можем. Ну, за исключением, наверное, там, воды и безалкогольного пива. Это два момента, на которых мы можем сегодня рекламироваться через наружную рекламу, через рекламу в традиционных средствах массовой информации. Это пиво-нулевка, так называемая, и вода, с которой мы продвигаем. Ну, вот работа в сетях здесь просто представлен как пример. Для вас, я думаю, все это не новое, вы должны быть профессионалами и этими инструментами уметь пользоваться. Блогеры, телеведущие, очень интересный был наш актер по Вилле Ха-Пасалову, который стоит с ящиком пива. Товарищ, знакомый нам по фильму «Особенности национальной охоты», это на пивоваренной компании «Белый Кремль». Есть «Алкабарды», которые приезжают к нам тоже с такими по 60 тысяч у них уже просмотров бывает. Они тоже на нашей компании, происходят на наши спиртовые предприятия, на ликероводочные, делают такие зарисовки, что называется, с натуры. «Алкабарды», поэтому форму работы с такими людьми мы тоже проводим и считаем, что она достаточно эффективная. Существуют блогеры у производителей оборудования, тоже есть такая компания «Доктор Губерс» в Санкт-Петербурге, у которых 20 тысяч подписчиков. Она не увеличится, 20 тысяч – это тех людей, которые работают в крафтовом крепком алкоголе, которые в гаражах, на дачах своих что-то придумывают, делают. И поэтому такая заинтересованная группа, и это тоже очень такая целевая аудитория, скажем так, с которой мы работаем и с которой нам очень сильно помогает продвигать именно в соцсетях для того, чтобы этот ресурс тоже мы осваивали. Это чисто статистические показатели. Я, еще раз повторюсь, они не очень большие. Это пока по первой презентации будет еще дальше. Вторая. По поводу механизмов работы со СМИ. Наверное, нынешнее поколение книги не читает, Леон Григорьевич, но был такой замечательный писатель Владимир Кратчагин. Он был доцентом кафедром нейронологии Казанского университета. У него много было книг. Одна из них «Конец легенды». В ней такое флософское понимание. Мне бы хотелось, чтобы вас тоже поучаствовали в разговоре. Есть такой вопрос. А что такое живое, неживое? С вашей точки зрения, что такое живое, неживое? Ну, как вы думаете? Дерево, трава – это живое? А камень? Камень живое или неживое? А почему трава, дерево живое, а камень нет? Камень тоже растет. Камень тоже растет. Есть сталактиты, сталагниты, они тоже растут. Но не буду вас мучить, вы когда-нибудь может быть прочитать эту книгу, она действительно очень классная, там много флософских размышлений. Так вот, основное отличие живого от неживого, то есть, нам приводится такой конкретный пример, в каплю воды втыкается раскаленная игла, там сотни тысяч амеб разбегаются, сотни тысяч сгорают, но самое большое или самое главное на отличие живого от неживого это умение передавать информацию из поколения в поколение. То есть, даже там одноклеточные они умеют передавать информацию. Вот ваша задача, она вот с точки зрения нашего последнего слайда уметь передавать информацию. то есть, если раньше там наскальные рисунки были, либо были какие-то старцы, которые могли рассказывать и передавать следующее поколение информацию, понятно, что эволюция, она дала другие механизмы, другие инструменты. Сегодня вы их все знаете, они все в ваших гаджетах, сегодня по-другому передаются информации. Так вот, ваша задача, приходя в бизнес-процесс, обладать абсолютно всеми инструментами, которые сегодня существуют в мире по тому, как передавать информацию. Информация может быть оперативной, совсем быстрой, она может быть аналитической, на которую нужно будет больше труда, больше сил потратить для того, чтобы вы интересную информацию смогли создать контент и его, главное, передать. Поэтому вот, научиться передавать информацию, это основная ваша задача, которую, я думаю, в этих стенах, наверное, Леонид Григорьевич, вы и обучаете. Наверное, правильно, да? Вы на это надеетесь, а я думаю, что ребята, девушка это понимают. Следующий момент, на котором хотел остановиться, это то, что чисто как медийщики, как пиарщики, как люди, которые позиционируют свою компанию на рынке для потребителя, я вам сказал, еще раз напоминаю, что вы должны уметь это делать, если вы планируете работать в крупной компании. Для того, получать, что вот эту контент, информацию, аналитику, практически во всех крупных компаниях, я знаю, как работает пресс-служба, они очень приближены к первому лицу, это высокое доверие, это колоссальный объем информации, которую выдают, которую дает возможность сделать правильный, правильный аналитик, создать правильный контент и выдавать его дальше. Но этого на самом деле на сегодняшний день мало. Существуют другие механизмы, как раскручивать бренды, как продвигать свой продукт на рынке. Я покажу вам сейчас одну презентацию, она такая, достаточно конфиденциальная, я ее, может быть, не со всеми права вам показывать, но тем не менее, стоит очень больших денег, на самом деле, чтобы у вас просто было понимание, какие механизмы сегодня работают, скажем так, господин Рамозер с вами агентством Росбат с нами заключила контракт, договор, сделали большую серьезную аналитику. Ну, чтобы понимание просто было, то есть нас интересует верхний левый угол, куда мы должны прийти для того, чтобы завоевать ту аудиторию, которая способна платить, которая способна покупать наш продукт, которая будет приносить нам маржинальность. Просто, чтобы отношения людей, эмоции, это все те инструменты, которыми они пользовались. Были определены архетипы в 19-м году. Он провел эту работу в чем 10 лет. Первый был в 19-м году, в 19-м году он провел. То есть по психотипам были разложены все люди, то есть это прогрессивные максималисты, прогрессивные гедонисты, гедонисты, традиционные максималисты, традиционалисты, гуманитарии, минималисты. Те люди, которые по-разному относятся к тому или иному товару. Огромная, колоссальная работа была проделана. Просто вот, у нас понадобилось полгода только для того, чтобы ее переработать. У нас было очень много сессий, было очень много тренингов для того, чтобы понять тот объем работы, который эта компания для нас предоставила. И, надо сказать, за не очень маленькие деньги на самом деле. То есть у каждого бренда есть свой профиль предлагаемых ценностей. То есть каждый человек по-своему принимает. Если мы говорим, что мы сделали какой-то новый бренд, он классный, он суперский, сейчас он пойдет на рынок, сам все захватит, ничего подобного. Есть, во-первых, это все субъективно, как ты воспринимаешь сегодня. Мне там сегодня 55 лет, я по-своему воспринимаю, вы сидящие 20-летние люди по-другому воспринимаете тот или иной товар. Поэтому разложить все это по ценностям, по тому, как его воспринимают, это очень непросто. Вот прогрессивные максималисты, которые в правом верхнем углу, они как раз действуют и на прогрессивных гедонистов, и на традиционных максималистов, и на традиционных саналистов у нас, к которым тянутся тоже гуманисты. То есть вот эти все вектора, они сделаны не просто так, они были сделаны на огромной серьезной аналитике, для того, чтобы прийти и определить, ребята, вам нужно идти вот в эту точку и с нее начать бить по тем психотипам людей, которые будут объединяться в группы, которые будут приносить реализацию вашего продукта. Вот эта карта, это самая показательная вещь. То есть вот в центре вы видите, там все абсолютные бренды, которые есть. И мы по незнанию, скажем так, пошли тоже туда, там видите, там старый Казань, тоже там же вместе с козелом там известным, там все бьются там. То есть это, знакомое вам надо понять, это Алый океан, где страшная конкуренция, где акулы, где кровь, где друг кусают, рвут, отрывают куски мяса. Вот в этой части нам показать, где мы находимся. И понятно, что нам нужно идти туда, где, скажем так, концепция Голубого океана, откуда нужно начинать ставить точку на тех людей, которые будут давить на другие психотипы и подтягивать их к тому, чтобы в этот Голубой океан перешли люди, которые будут готовы платить. Для которых, по их эмоциям, не будет самым главным, как у рационалистов, как у минималистов, цена. То есть для них не важно, для них самое главное, чтобы было дешево. Вот туда нам идти не надо, нам нужно идти наверх, туда, где люди готовы платить за качество, за хороший продукт и, соответственно, создавать реализацию для компании. Вот как раз я о том говорил, 2009-2019 год, и за эти 10 лет они сделали аналитику о том, что страна, под названием Россия, очень сильно поменялась в отношениях, то есть традиционалисты, максималисты, они очень сильно прошли, и тут нужно было делать выбор. Либо компания идет за 60%, которые пока традиционно делают, либо на 37%, которые будут в перспективе расти. Где она должна находиться компания со своим продуктом, в середине между ними, либо рисковать и двигаться в какую-то другую аудиторию, понимая, что она со временем будет расти и приносить больше успех. Вот пример, Жатетский гусь. Это такой созданный псевдо-зарубежный, скажем так, бренд. Если раньше он, даже в 2012 году, был там верность традициям, реклама соответствующая была, то за 10 лет, к 2019 году, перешли уже на совсем другая реклама, тут уже хорошечно пошло, уже такое, там продвинутое, начали уходя традиционистов, которые все же есть, существуют, но рост будет все равно в этой истории. И Жатетский гусь тоже пошел туда, что, в общем-то, свойственно абсолютно всем брендам, которые есть. Были сформированы профили бренда, то есть мы просто взяли для сравнения, я не стал сюда специально вводить свои бренды, потому что это совсем уже суперконфекционально, просто, например, как делается схема, каким инструментом, какими механизмами, непростыми, вы в том числе должны научиться владеть, которым должны понимать, вникать в это, использовать в своей работе, потому что сегодня без такой глубокой аналитики рынка, без аналитики своих конкурентов, без оплаты, наверное, или платы за такие серьезные аналитические работы, продвигать компанию невозможно. Даже если у вас будут супер-пупер-бренды, дизайнеры, которые вам придумают какие-то супер-этикетки, супер-оформления, не дадут того эффекта, пока вы не изучите рынок, не изучите своих конкурентов. Вот это все, как раз, движение стрелки, о чем я говорил, как прогрессивные максималисты будут действовать на все психотипы людей и подтягивать весь объем нашего продукта вот туда, наверх, где будет увеличен доход для нашей компании. Вот так вот, просто прибежите, почитайте. Это как раз прогрессивные максималисты, те, на которые ставку делают сегодня продвинутые компании. Вот пример, гараж. Знаем, мы знакомы с этим напитком. Его Балтика не придумала. Это абсолютно пять брендов, которые сделал Карцберг. Они лицензионно его разливают, оппозиционируют как супер, там, такие напитки, там, дискотека, вечер, вечеринка, все классно, тонизирующий, освежающий, берет. И этот продукт стоит очень недешево, на самом деле. Он стоит на полке там, 80-86 рублей. Но, тем не менее, Балтика его вывела на рынок, и все остальные сейчас пытаются его повторить. Знакомы, наверное, да, с этим продуктом? Дискотека пьете, наверное? Нет? Ну, ладно, вы святую чашу пейте в воду. То же самое сейчас начал делать Миллер. Это совсем уж такой клубный напиток, да? Он тоже пошел вкусовые истории. Ну, и там БАД, Хайникин. Это все транснациональные корпорации, которые имеют свои предприятия на территории нашей страны. Я был на всех этих заводах, я вас уверяю, с точки зрения что там налито, это очень грустно. Потому что дешево не может быть полезным и вкусным. Эссе это тоже альтернатива гаражу. Это тоже все вечеринки. Это все как раз на вас рассчитано, на ваш психотип. Все классно, супер, давайте там оттянемся. Все грустно, все круто. Я все-таки вот он хотел, вот это референсы импортного немецкого пива, то есть под прогрессивным максималистом как раз говорит, они хотят такого крутого бренда а-ля импорт. Поэтому сейчас все начинают работать под импортное пиво. Все делается здесь, работает только над этикеткой, над подачей, придумывают кучу названий, наименований сортов пива. Тому традиционно белый кремль, кама, ничего подобного. Ребята придумывают названия, которые в переводе бывают очень смешными иногда. Это пиво для гидонистов, которые имеют свое понимание направления. Вот те же самые референсы, это лидеры рынка. Это все выпускает компания эфес, соответственно, трансформация валия импорт. Я вам специально покажу, что вы просто понимали механизм, к которому нужно работать. Не так презентую ее с точки зрения запоминания, потому что эти механизмы меняются, и пока вы там прилетите в бизнес, это все будет другое, иметь направление. просто о том, чему нужно учиться, и что нужно как инструмент использовать в своей работе. Вот этой всей работой мы занимаемся для того, чтобы получить 8 миллионов декалитров на рынке. это вот каждый в ежедневном режиме наш отдел маркетинга занимается изучением всех этих вещей, потом выстраиваются архетипы, стрелки, захвата тех или иных психотипов. Это вот мы раскладываем полностью минус, плюс, находим зеленые положительные моменты, которые неотрицательные находят, формируем из них планы мероприятий, куда надо двигаться. Представляете, какой объем работы, какое колоссальное количество информации нужно переработать для того, чтобы убедиться в том, что ты на рынок выпустишь то, что надо. Вот традиционный максималист, кто это такой должен быть? Это вот описание того психотипа, куда мы сейчас стремимся, кому мы идем, через кого мы собираемся прийти сначала на него, найти бренд под такой психотип, после него уже идти на остальные, подтягивая его туда. Кто-нибудь есть похожий на такой психотип в зале? Или знаете таких людей? Янин Григорьевич, наверное. Там есть и Джейф и Уостер тоже. Они тоже под этот психотип попадают. Я на самом деле эту презентацию показал для того, чтобы, еще раз повторюсь, вы уловили те тренды, которые есть в мире. Сегодня просто так научиться здесь в зале или в аудиториях ваших только работать с медиаресурсом это очень мало. Просто мало. Если вы не будете обладать пониманиями или направлениями, то еще раз, не надо выучить вот эту презентацию, абсолютно не нужно. Я еще раз говорю, через полгода она будет другой, будет другое направление, вам нужно огромное количество инструментов для себя изучить, понять. И когда вы будете приходить в компанию, с вами будут разговаривать, если вы уже будете владеть хотя бы пониманиями того, что нужно делать вот так, вы будете уже очень конкурентными специалистами, и вас в компании будут рассматривать уже как человек подготовленного. Если вы придете там и будете там говорить, сейчас я тут поучусь, мне сейчас расскажут, это будет немножко сложнее. Поэтому все это есть в достаточно открытом доступе, можно посмотреть тем инструментами, как работают с брендами, как их выводят на рынок. Вот эта работа для компания обошлась в очень серьезную сумму денег, но без нее, без этого инструмента, вывести на рынок наши бренды, продвигать их практически невозможно. наверное, это все, что я хотел сказать, Леонид Григорьевич, как инструменты, я готов ответить на вопросы, ребят. Спасибо. Вопросы созревают, ну сейчас, так, я вижу сзади руку, да, пока, а, уже микрофон, тогда я свой позже сформулирую, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос такого рода, ну, насколько я знаю, возможно, и вы знаете, что крупные алкогольные бренды, они постоянно, ну или не постоянно, с какой-то периодичностью проводят пиар-компании в музыкальной сфере, но чаще всего это какие-либо вечеринки, ну, в крупных клубах, и поэтому, так как я к этой сфере к коему образом отношусь и близок, хотел бы спросить, почему вот именно ТАЦПИРТПРОМ и его бренды, в том числе Тундра и Бальзам Бугульма, конкретно вот в Татарстане я не очень часто видел, чтобы они проводили подобные пиар-акции. На моем уме вот последний раз, что я помню, было две таких пиар-акции. Мне бы интересно было, почему вот на этом акцент не делается, потому что, как мне кажется, чтобы завоевать доверие молодежи, то этот инструмент один из наиболее эффективных, ну, по моему мнению. Спасибо. Полностью поддерживаю, абсолютно правильно, справедливо. Ну, во-первых, в той же самой Тундре, с Бугульмой, даже не Бугульмой, сейчас мы больше с Тундрой Биттер, это наш ликер 35-градусный, и мы вывели на рынок Глин Реверс, это настоящие шотландские виски, которые мы делаем, шотландского дистиллята, они работают, ну, действительно, других площадках, Санкт-Петербург и Москва. Делать самим такие музыкальные вечеринки, скажем так, это достаточно дорого, поэтому мы, что называется, прислоняемся к теме, да, и таких фестивалей проходит очень много. Вот в Питере мы там Глин Реверс делали, там на 100 тысяч человек был фестиваль, и мы там практически заняли всю площадку, и Глин Реверс там просто ушел в раунд, за счет этого в Хорике поднялся очень сильно в проливе. Тундра Биттер, мы его позиционируем, так скажем, новую альтернативу ЕГИ-мастера, мы тоже так же через холодильные установки ставим коктейльные темы, там, да, там тоже идет, но опять-таки, еще раз повторюсь, это все Москва, Питер. Ну, бывает, что в Екатеринбург мы выезжали, то есть там, где проходят фестивали, где это, скажем так, традиционно, где так и так это мероприятие производится, то есть под это выделяются бюджеты, мы туда вот просто входим эту тему. В Казани, к сожалению, просто нет. Мы делаем, но это все маленькое, такое, незаметное, там, ну, Тундра, не знаю, у нас есть на Гранолыжке, там, да, там наша палатка стоит, небольшой бар, там, да, условно, то есть там, где не требуется больших серьезных инвестиций, то есть, поймите, очень серьезные деньги в ту же самую Тундру, там, как трейд-маркетинг, так и страт-маркетинг занимают огромные большие деньги просто для того, чтобы работать на полке. Ну, это реально очень дорого. И плюсом еще, если иметь бюджеты на формирование самих мероприятий, это, ну, такая неподъемная история. Хотя полностью поддерживает очень эффективная штука. Ну, Москва, Питер, мы там работаем постоянно, ну, буквально недавно там тоже Тундра у нас была, я могу там показать кучу роликов, как это все выглядит, это очень круто реально, там, это с инсталляциями серьезными, то есть, опять-таки, мы приходим, мы делаем какую-то свою стойку барную, условно, и какую-то инсталляцию в том перфомансе, который происходит уже сам по себе. Поэтому вопрос простой, это, мы не формируем сами эти мероприятия, но участвуем. Спасибо. А вот в связи с этим, кстати, вот, есть ведь еще формы посредственной рекламы в связи с массой ограничений, которые существуют на рынке. Ну, например, такая нативочка, да, в кинофильмах, где герой пьет то, что нужно. Есть новые форматы, стриминг, например, которые вообще не ограничены, как законодательством, там сидят, я иногда смотрю, что только не квасит. Ну, понятно, что за это платят. Вот, в эти новые форматы или в эти не совсем, скажем так, массовые формы рекламной передачи информации о своей продукции вы не движетесь? Движемся, почему? Мы руссковалюту именно так продвинули, то есть, она тоже как раз была в сериалах, там, именно, использовав вот к руссковалютам, мы там, ну, не очень большие бюджеты были, на самом деле, мы это использовали, скажем так, структурно, как-то концептуально, мы это, ну, себе не видим. Вот на старте нам нужно было это показать, мы ее показали, все, она достигла своего там цели, да, сегодня мы лидер там, в русской валюте на рынке страны, то есть, дальше поддерживать смысла нет, то есть, потому что она вот уже, ну, достигла своего успеха там, да, все остальные вещи, то есть, это, еще раз повторюсь, это нету, Леонид Григорьевич, такого вот, прям расписанного, скажем так, дорожной карты, мы это используем, ну, так, а случаях, случаях, подвернуться, случайх, поставили, нет, ну, значит, ну, а если бы так вот, кто-то из молодых людей пришел к вам и сказал, хочу делать подкасты, стримы для вашей компании, естественно, с интересом, продвинутые, вы его послушали? У нас просто продвинутый департамент маркетинга, пожалуйста, конечно, мы вообще очень много работаем с молодежью, с креативными агентствами, которые приходят, иногда это, ну, голову мне сносит, не совсем понимая, их ребят, приходят, а сделайте там, продукт там, запахом, хорону в бюро, в шоке, мне нравится запах гробов, мне реально, мне это как-то высоко, я не совсем понимаю, а они на, они на полном серьезе, как-то вот у них там, что-то креативит, там, поэтому мы самые бредовые идеи, самые все это выслушиваем, там, у нас обычно в субботу такой бывает, ну, мозговой штурм, что называется, и приходим, мы приглашаем очень много молодежи, которые приходят и рассказывают, то есть, мне очень казалось, что молодежь там, она как-то вот так себя позиционирует, они говорят, нет, мы сейчас там осознанные потребители, как они называют, то есть, мы осознанно потребляем, то есть, вот именно так, как-то рассказывают, много новых вещей узнаем, и новых предложений, их используем, безусловно, для этого у нас есть специальные службы, еще раз повторюсь, вот департамент маркетинга, это как раз та структура, куда надо приходить, там, такие продвинутые девушки у нас работают, ребята, поэтому, welcome, что называется. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и можно добавить насчет первого вопроса, я немного не соглашусь с тем, что рекламные акции не проводятся в Казани, потому что я стала свидетельницей, на прошлой неделе, получается, в субботу, ночное заведение, концерт, и выступала Тундра в качестве спонсора этого. Правильно. Но еще раз, мы не были организаторами этого мероприятия самого, мы просто приняли участие в нем. Да. А мы заодно узнали, где вы их прошли субботу. И, в общем, мой вопрос, в первой презентации вы говорили, что вы должны организовывать сбыт продукции, то есть тар, именно пустых, либо вы откупаетесь от этого, и мой вопрос заключается в том, потому что сейчас во многих европейских странах, в супермаркетах, в торговых центрах существуют автоматы по приему пластиковых стеклянных тар. Все правильно. И после сдачи автомат отдает купон на определенную сумму, которую можно потратить в том или ином магазине. И как вы считаете, возможно ли реализация данного проекта в Казани, ведь это действительно может помочь уровню экологии? Вот как раз это очень такая модная тема, сейчас вот зеленые, сейчас вот много психотипов, те, которые мы про с вами пролистали, они как раз платят дороже, берут продукт, тот, который выпускает компания, которая является зеленой, которая борется за экологию, такой осознанный потребитель, который говорит, блин, я заплачу больше, но эти ребята не мусорят и не портят мою природу, не портят мою территорию. Мы сами по себе очень сильно талабируем, участвуем во всех этих мероприятиях, но сама компания Таспирпром, мы не откупаемся, это законом установлен экологический сбор и нормативом установлен 20% от него заплатить. Без, скажем так, принятия решения на уровне страны этого сделать невозможно. То, что вы приводите пример за рубежом, это очень просто, есть залоговая цена 25 евроцентов. Человек пришел, бросил в автомат, отсканил, там штрих-код даже, он бы скажет, это Кока-кола выпустила, или Пепсикола выпустила, или пивоваренный завод такое-то выпустил. И с него снимется такой эко-сбор, что человек получает чек и, соответственно, если он взял четыре бутылки, соответственно, на евро, он что-то себе приобретет купер. Это просто принято. Писательство Совета было тоже организовано. Бутылка стоила 20 копеек, приходил, сдавал, богатый, выбрасывай, так хочешь, пришел, сдал на 10 рублей, пошел еще отобраться в магазине. У нас наш господин премьер-министр Медведев сказал, давайте по 5 рублей сделаем прием. Ну, как вот можно было сказать, не понимая вообще структуру, там новая бутылка 5,60 стоит. То есть, все эти бутылки, стекольные заводы, они делают облегченную бутылку. У нас вся тара в Российской Федерации, она не оборотная. Если вот вы ее в Европе там видели, бутылку пива, она такая вся с белыми полосами, то есть, она такая неприглядная, но они, европейцы, понимают, мы бережем свою природу. Эта бутылка тяжелая, она оборотная, она сейчас бутыломоечная машина проходит. Лобби со стороны производителей стекла, они сделали облегченную бутылку, необоротную, невозвратную, только для того, чтобы иметь свои обороты. Что такое стекольный завод сегодня? Это такая доменная печь, которую запустил, ее останавливать нельзя. Поэтому им нужны постоянно объемы, объемы, объемы. А как это дальше потом перевозируется, их волнует в меньшей степени. Более того, я вам скажу, что строя наш пиварный завод белый крем, мы хотели установить бутыломоечную машину, нам ее запретили, то есть, только на старых заводах, где они там были с советских времен, их разрешают. На новых предприятиях вообще запрещено ставить оборотную тару. Поэтому, не приняв на законодательном уровне, на уровне Российской Федерации документы, ТАЦПРОПРОМ один не сможет это сделать в Казани. Но для того, чтобы собрать, ну хорошо, собрать это нужно заплатить кому-то денег. Кто-то должен погрузить, должен потом собрать, отвезти, сдать эту бутылку. То есть, это серьезный фонд оплаты труда, который надо понадобиться. Это площадь. Ну вот пришли в магазин, бросили, куда эта бутылка дальше пошла? То есть, она должна иметь какую-то определенную логистику. Это будет стоить денег. Кто за эти деньги, кто это будет платить? Пока непонятно. Поэтому, это очень крайне неправильно, вот этот эко-сбор в стране, он просто неправильный. Но, вот этого господина Бацуева там убрали, поставили менее, буквально это было там неделю-две тому назад. Вот у того политического веса не хватило, продавить эти вещи. Сейчас пришел этот товарищ. Ну хорошо, он вместо двух миллиардов соберет там 152 миллиарда со стороны. Эти деньги, они просто распилят их там среди своих карманных там, ну, фирмочек различных и все. И не будет глобального вот этого похода. То есть, обдерут предприятие, соберут бабло, извините, за выражение, и ничего не сделают с точки зрения экологии. Вот в чем трагедия всех этих процессов. Поэтому мы вот там боремся, делаемся. Еще раз повторюсь, вот появляется там 60 появилось контейнеров по сбору ПЭТа. Мы тут же с ними поддержались, там, вы увидите, они брендированы нашей там святой чашей, там, да, мы говорим, давайте вам поможем, давайте пойдем в минэкологию, там, вам нужно 5000 контейнеров, мы вас пролобируем, мы поможем, поддержим. То есть, мы вот такой бизнес поддерживаем, вот Тасперпром вот просто двумя руками за. Мы реально зеленые компании, мы реально хотим быть экологичными, но, еще раз повторюсь, вот самостоятельно республика одна не вытянет этого всего. Это, к сожалению, только вот теста. Но мы участвуем, мы постоянно генерим, работаем с нашим депутатским корпусом, постоянно это инициируем. Как-то так. Спасибо. Еще вопросы? Ну да, можно. Значит, несколько еще вопросов, возникших вот на стыке вот сейчас экологии, зеленых движений и профессиональной деятельности, и пиар-маркетинга был вопрос очень серьезный. Еще один вопрос, вокруг которого идет нехилая борьба сегодня, интересно ваше мнение. Продавать, разрешить ли продавать пиво на стадионных и спортивных объектах? Одна половина через медийное пространство в обществе навязывает позицию, что это исключительно лоббистская деятельность производителей, другая половина говорит, что ничего подобного, это просто реально насущная необходимость, потребность, почему бы ее не удовлетворить. Вот как вы изнутри одной из таких компаний, производящих соответствующий продукт, видите разрешение этого спора? Ну, смотрите, мы пиво на самом деле продаем сейчас, только его нельзя заносить, ну, то есть, условно, сейчас хоккейный сезон, то есть, фойе мы его продаем, нельзя его заносить на трибуны пива. То есть, так токализация идет. С точки зрения дохода, для нас это, ну, деньги, ну, абсолютно, их всерьез можно не брать, да, то есть, это как маржинальность, как доход, ну, вот просто нет. Мы там больше платим Ледовому дворцу спорта за вот это все участие. С точки зрения продвижения наших брендов, да, конечно, это нам интересно. С точки зрения отношения продавать или не продавать, но был Мондиаль, да, продавали пиво, бат, там, он был, скажем так, вам, ну, там, спонсором, там, да, всех этих брендов продавали, ну, все было нормально, чинно, то есть, условно, для европейцев, который приехал к нам и сидит на нашем студии, ему можно пиво продавать, как он уехал, а нашим нельзя. Ну, как-то вот, с точки зрения дискриминации, я считаю, это неправильно. С точки зрения того, что человек пришел, смотрит, хочет зрелище и хлеба, это, по-моему, тоже нормально, да. Ну, пришел, ну, вот если культурно, он, там, в пластике выпил, там, есть место, куда это утилизировать, почему нет? позволит, в том числе, направлять деньги, там, на спорт, там, да, там, то есть, на развитие, там, школ, там, и прочее, то есть, там снимаются, с этих стадионов, серьезные суммы, там, да, которые, в том числе, поддерживают и спортивные, сами сооружения, поэтому, с моей точки зрения, это нормальная, абсолютная вещь, такая цивилизованная, и, еще раз повторюсь, с точки зрения нашего заработка, там, интереса нет, с точки зрения продвижения, да, а так, я считаю, что, если это культурно, нормально. Спасибо. Лес рук, да, хорошо. Продолжим. Был, когда выводился продукт белый кремль, я могу ошибиться, дословно, в воспроизведении, захвати кремль. Да. Какой-то такой слоган, который, мы его в Казани, напугал вообще страну, потому что, вдруг, захвати кремль. Кто придумал? Ну, это наш такой местный, скажем так, внутренний, был креатив, мы его придумали, то есть, захвати кремль там собой, то есть, ну, имеется в виду, что захвати бутылку белого кремля с собой, там, на отдых, на дачу, там, куда-то. То есть, мы специально его сделали на фоне такого красного, не на белом, то есть, не казанский кремль захвати, а так. В общем, как-то мы это сделали так. Ну, тем не менее, он сыграл свою роль определенную. Мы его сделали в Екатеринбурге тоже, эти плакаты размещали, то есть, там, как-то так он сыграл, на самом деле, то есть, сыпанул. Судя по событиям в Екатеринбурге, сыграл. Сыграл, сыграл. Так, вопрос, да, пожалуй, микрофон передайте. К сожалению, мы на том конце зала не оставили микрофон, приходится передавать. Здравствуйте, меня зовут Марк, и у меня к вам вопрос, может ли сейчас, в эпоху всяких соцсетей, бренд рекламировать сам себя без каких-либо вложений? Например, сейчас в соцсетях женщина там выкладывает фотографии в зеркале, держа в руках телефон, тот же самый айфон, и мы сразу видим яблоко. Либо то же самое в футболке женщина фотографируется, ну, не обязательно женщина, может быть и мужчина. Если он популярен в соцсетях, то данный бренд продвигается, по сути, без участия самого бренда. То же самое, что мне мешает там с бутылочкой тундры сфотографироваться, если я популярный? Таким образом, бренд будет рекламироваться сам, при этом особых вложений сама компания не должна будет вносить. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое и насколько это эффективно? Не то, что возможно. Я показываю, что мы используем такие механизмы, безусловно. Другое дело, что оно не дает того объема, который надо. Ну, то есть, там 60 тысяч просмотров, пускай даже будет 100 тысяч просмотров. Все равно это не те объемы, которые нужны делать. То есть, если мы говорим о том, что мы там 8, на следующий год у нас 10 миллионов декабря, то 100 миллионов литров нужно продать. То есть, 100 миллионов и 60 тысяч это несоизмеримые вещи. Поэтому надо все инструменты, которые законом разрешены, использовать для того, чтобы рекламировать. Но этот инструмент, он тоже имеет право на жизнь, мы с ним работаем, делаем, привлекаем и блогеров, и в соцсетях делаем, то есть, в Инстаграме участвуем. То есть, это все я вам показывал, все есть. Но еще раз повторюсь, что пока это не столь эффективно по продвижению того или иного бренда. Он есть, но плюсом к традиционному трейд-маркетингу, то есть, это постматериалы, это продвижение на полке, это презентации в торговых точках, это собственные холодильники. Мы тоже просто понимали, мы там по 4 тысячи холодильников закупаем для того, чтобы расставить их в торговых точках, то есть, через него делается продвижение бренда. Одним, только соцсетями, я вас уверяю, это будет сделать невозможно. Спасибо. Там бюджеты совсем другие под то, что мы вкладываем в продвижение бренда. Но есть все равно вот такой вопрос, вот какую-то точку надо помогите поставить. Давайте про бренд, например, Тундра. Почему все-таки зашел? ценой, качеством. Если качество, то все-таки кто-то должен был через соцсети каким-то образом оповещать об этом. Ведь прямой рекламы нет. А вот так пошло, покатило. Мужики в Тундре не мерзли перед зеркалом. Тундра, ну, во-первых, по качеству самого напитка. Мы действительно его сделали, вот уже на пенсию ушла. Игорь Раисовна, главный технолог Казанского ракировочного завода, она реально в него вложила душу в этот напиток и он получился вот таким прям вот хорошим. Надо сказать, что не очень сильно мы ее оценили. Хороший напиток алкогольный женщина создает, да? Ну, главные технологи, да, у нас женщины вот на всех производствах у нас и главные технологи именно женщины. И она такая с опытом, и человек сделал реально классный напиток, и когда с ними начинаешь дегустировать, например, та же самая Тундра Биттер, мы ее делали на 22 градиентах, там, травах, там, тоже самое геймастер, она делала на 54. Я хорошо знал о геймастере, когда мы в закрытую начали пробовать, я узнал о геймастер, да, ну, и вот Тундра, она тоже понравилась, она реально классный напиток. Ну, получилось, но она смогла его сделать, то есть родить, как ребенка, там, пройду, то есть он получился красиво, вкусный с точки зрения аргонолептики, там, да, ароматики, а по оформлению, вот эта этикетка, на дне тоже очень много работали, столько было, там, фокус-групп, сами выбирали, там, и задачи, там, просто, постоянно собирал, мы, вот, дергали эту идею, вносили те или иные изменения, в качестве бумаги, в качестве, там, тиснения, ощущения, даже на ощупь, мы там терли, то есть в этот бренд было вложено очень много, вот, времени, души, энергии, сделать, подбирать бутылку, колпак, там, да, оформление ее, то есть он очень много было сделано, и после того, как он родился, уже нам всем понравилось, вот, тогда торговая команда включилась, и, перед задачкой генерального директора выделил серьезные бюджеты под страт-маркетинг, под этот продукт, там, да, ну, и на трейд-маркетинге тоже, соответственно, сделать, поэтому этот успех был, мы росли, там, 5 тысяч было, потом 100 тысяч, 400 тысяч в год, сейчас мы уже, там, миллион сто, там, уже, мы перешли за миллион, это, за очень короткий срок, это, ну, такой, беспрецедентный случай, на самом деле, для страны, на нашей, ну, вот, вложили, поэтому, вся команда вложилась туда, энергетически, я не знаю, наверное, поэтому, успех у нее есть, единственное, у нас там был небольшой пропол, когда мы поставили туда, если помнить, такой был красный значок, понты морала, там, и мы, там, понты морала, там, значит, и мужики начали, вот, выпил, там, и по женщине, все хорошо, там, делал все, а потом мы начали, когда выходить на рынок, Америки, Канады, для них это все такое, они, типа, живодерство, там, моралы, там, срезают у оленей, мы убрали значок, так, с юга, там, пришло такое, вот, у вас сейчас тундра беспонтовая стала, вот, то есть, вот, ну, как там, такой момент был, когда мы этот понты убрали, и нам сказали, что мы беспонтовые, вот, немножко, вот, немножко, вот, был такой сбой, но потом снова с торговиками поработали, и сейчас у нас без понтов морала, но тундра на высоте, ну, близко всему, мы постоянно так и делаем праздничные выпуски, у нее там, на Новый год, сейчас у нас тоже вышла одна под сеть конкретно магнита, остальная для других тоже сетей, если видели, такая она новогодняя, с елочкой, хорошая тундра, и битр, и простая тундра, тоже аутентика. Спасибо, ну, и, наверное, да, судя по времени завершения, к сожалению, все-таки еще как, к меди-менеджеру вопрос, он в зале вряд ли висит, потому что акцент сделали вот на сегодняшней своей деятельности, но это связано и с этим тоже, вот, как, на ваш взгляд, сегодня, какими инструментами, и через какие медиаресурсы можно пробиться до молодых людей, учитывая, что читай, чтение периодической печати падает в молодежной среде, телевидение тоже теряет, как говорит Симоньян, по миллиону в год, во многом благодаря тому, что молодые не приходят на телевидение в качестве зрителя, где, каким образом, с вашей точки зрения, сегодня эффективно доносить до молодых информацию, в том числе и связанную с продвижением того или иного товара, ну, и политическую, и социально значимую, и так далее, вот где сегодня, с точки зрения вашей, как медиа-менеджера, перспективные пути развития медиапространства? Ну, я, во-первых, не стал бы так быстро хранить печатные СМИ, они должны присутствовать, и газеты, и журналы, и есть достаточно много людей, которым это надо, необходимо, в том числе и молодым, ну, то есть есть, которым вот это нравится, то есть есть быстрая информация в интернете, такой фастфуд, там, да, есть кафе в виде газеты, есть ресторан в виде журналов, то есть каждый человек по своему вкусу всегда может найти то блюдо, которое ему нравится, там, да, то есть, ну, знаю, у меня там дети чуть старше, чем здесь аудитория сидит, но, тем не менее, они читают, и у меня дочка там приходит, когда там магазин, там все, она идет в полки, набирает журналов, там, то есть, это ленина норма, абсолютно, ну, чуть-чуть старше, чем вы. Та же самая Европа, на мере, там, там, ренессанс, так называемый, там, как винил приходит, снова возвращается, то же самое возвращается здесь, я, часто бывает достаточно в Италии, вот итальянцы в этом плане, они вообще просто, ну, садишься в электричку, там, условно, Милан, Венеция, там, и, люди стоят, как на автомате, достают газеты, журналы, ну, один-два там с ноутбуком сидят, а остальные все печатную прессу, спокойно, нормально делать, выставка в Туринем, когда я еще работал в медиасфере, мы выезжали на книжную ярмарку, там, начиная с такого возраста, до студентов, приводят целыми группами, это огромное просто пространство, где именно печатная пресса рассматривается, и для них это нормально, никто ее не хоронит, никто не делал, поэтому я бы не торопился вот ее убрать. Ее качество, с точки зрения контента, там, наверное, оформления, может быть, стоит поработать, но, в принципе, как инструмент донесения, я считаю, он должен быть. Телевидение, но тоже еще достаточно будет традиционным, страна перешла на цифру, 20 доступных каналов, сейчас уже там самый отдаленный регион имеет возможность смотреть такое цифровое телевидение, поэтому он тоже еще будет жить, достаточно много еще людей, которые будут смотреть, ну а поколение, которые, скажем, 2000-х годов уже рождения, безусловно, для них это все только в гаджетах, только в тех инструментах, которые у них сегодня под рукой, что называется, но, опять-таки, это же ток устройства, а что в него закладывается, да, то есть это контент, то есть вот эта вся система благосферы, то есть, кто такой блогер, да, человек, которому доверяют, или которым ты, с которым тебе интересно, с которым ты получаешь формат, он тебя устраивает, либо это какой-то СМИ традиционный, но который имеет такой механизм нанесения контента, поэтому фабрика по производству контента, то есть редакция сама, она, ну, вот должна быть, которая выдает качественный контент. Как его донести, безусловно, надо инструмент использовать, и до молодежи достучаться самым коротким путем, конечно, это через соцсети, через блогеров, там, через различные, ну, там, инстаграмы, там, да, там, сети, которые существуют сегодня, те, которые пользуются сегодня молодежью. Я считаю, что, ну, ничего нового не сказал, оно так и есть, это по факту, и так будет дальше развиваться, пока там чьи в голову не вошьют людям, там, и будут просто отправлять, что надо, контент. Вообще, на самом деле, вся эта социология, Леонид Григорьевич, мы с вами, ну, люди того поколения, как бы, мы как-то задавали научный коммунизм, как госэкзамен, вот я считаю, что круче, чем научный коммунизм, никто социологию и манипуляции массами, никто ничего не придумал. Все, что происходит вот сегодня, это такие жалкие попытки как-то повторить. Дедушка Куленя там через промоутеров все развил, там, газетку Вискру растащил и поднял страну, там, что называется, будоражил. Поэтому здесь через соцсети с молодежью работать вообще просто, не так аж, когда есть как инструмент. Самое главное, вот этот контент разработать, я считаю, что здесь вот качество того, что в этих гаджетах есть, оно очень важно, вот с моей точки зрения. Кто-то должен это производить, производить его трудно, недешево, поэтому здесь нужно быть участием государства, поддерживать вот это направление, потому что хороший, качественный контент, он стоит денег и проще какую-то гадость написать, залить туда ее там, да, и получить там, скажем так, сколько там было просмотров и лайков там, да, намного сложнее сделать хорошие, качественные вещи, чтобы она была интересна, чтобы она дошла. Вот здесь вот в производстве контента государство должно однозначно принимать участие. Спасибо вам, я думаю, что все, о чем сегодня говорилось, зашло хорошо, да, аплодисменты это подтвердят. Спасибо. Спасибо.